друзья всем привет в сегодняшнем видео мы покажем вам как при помощи вакуумной инфузии сделать вот такое зеркало зеркало имеет рутную форму видео мы расскажем как сделать лекала как правильно положить стык чтобы смотрелось все красиво сегодня работе у нас двуставная матрица состоит из такой части и вот такой соединяются вот таким образом образуя одну конструкцию внешние части матрицы мы отклеим малярным скотчем там где будет проходить жгут внутренние части мы пройдем герметиком для герметизации всей конструкции место в котором дальнейшем будет проходить жгут мы заклеиваем малярным скотчем чтобы туда не попадал мусор то есть там где у нас проходит полярная лента в дальнейшем будет проходить герметизирующий гуд далее наносим разделительный воск расход воска не более 5 грамм на деталь подобного плана после чего у вас нужно будет растереть чтобы устранить разводы после того как нанесли разделительный слой нам нужно везде проложить герметик для того чтобы вакуум дальнейшем нигде не притекал герметик нанесли дальше часть матрицы мы соединяем и скрепляем при помощи болтов с гайками пока герметик сохнет можно снять лекала с детали обычно мы снимаем лекала с детали с которые смели матрицу данном случае это зеркало из-за того что зеркало имеет сложную форму здесь много изгибов в качестве лекала будем использовать кусочек углиткани так как она легко сможет обогнуть все изгибы по геометрии что свою очередь нам даст ровные лекала для удобства снять лекала мы будем использовать клеем лимонной фиксации после того как каль уложили по детали нам нужно при помощи ножниц обрезаться ее по краю чтобы при резке край ткани не пушился мы снова ее спрыскиваем клеем временной фиксации после того как ткань положили и обрезали по краям край нужно будет при помощи малярной ленты зафиксировать это делается для того чтобы край лекала не распадался далее при помощи фена мы немножко подогреваем результат для того чтобы клей смог быстрее высыпать и открыть далее вторая часть детали будет проходить вот здесь вот поэтому поэтому ребро здесь геометрия уже намного проще можно обойтись без карбона обычным малярным скотчем далее обрезаем остатки скотча после чего получается два готовых лекала их нужно использовать многократно если у вас серийное производство далее приступаем к врезанию карбона через лекала для этого снова нам понадобится для временной фиксации наносим его на кусочек угля кладем лекала при укладке лицевого слоя обращается внимание на направление рисунка лекала постараться нужно уложить ровно по геометрии матрицы так чтобы везде где будет лицевой слой карбона целево ровно без складок и очень аккуратно второй кусочек вырезается также по налоге с первым кусочки подобного плана нужно укладывать с особым вниманием так как его легко нарушить и испортить на оригинале изделия у нас есть элемент копежа в виде такой канавки на матрице у нас выглядит таким образом сейчас нам нужно будет его повторить делаем это следующим способом ткани примерно чтобы он подходил по длине примеряем проходим клеем вставляем его матрицу вторую стенку для этой канавки мы проложим сверху тем самым копируем с оригиналом один в один проложим второй кусочек после этого участка докладываем все остальное точно также в два слоя и 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 после того как мы уложили карбон следующий этап это укладка перфорированной пленки ее тоже можно укладывать кусочками так так главное чтобы большая часть поверхности была уложена также фиксируем на клей и и начинаем укладывать если где-то появляются складки то ничего страшного нету в этом как укладывается так и укладывается в дальнейшем эта пленка предотвратит прилипание проводящего сетки к изделию после того как пленку уложили следующий этап это проводящая сетка выполняет функцию подачи смолы ее обычно я прикрепляю при помощи жгута то есть за небольшой кусочек начинаю отщипывать такие маленькие кусочки и приклеивать по всей поверхности перфорированной пленки после проводящей сетки нам нужно по краю матрицы положить жгут на жгуте делаются такие вот защипы для того чтобы в дальнейшем при вакуумизации вакуумная пленка смогла полностью обогнуть геометрию матрицы как мы вложили жгут следующий этап это укладка трубок по которым будет откачиваться воздух либо подаваться смола в матрицу трубки располагаются на предположенных сторонах друг от друга следующий этап это укладка вакуумной пленки далее начинаем откачивать воздух это мы делаем при помощи вакуумного насоса производительность которого 100 литров в минуту далее разводим смолу на небольших деталях мы используем клеевую смолу соотношение смолы 3 к 1 далее смолу нужно дегазировать процесс дегазации займем где-то 12-15 минут дегазация смолы нужна для того чтобы из компаунда убрать весь лишний воздух после дегазации можно запускать смолу в матрицу после того как смола начнет выходить из этой трубки мы перекрываем откачку воздуха засекаем примерно где-то сутки после этого можно будет матрицу пропечь и соответственно потом ее раскрыть начинаем распаковку начинаем 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 Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы достали деталь, ее нужно обрезать и покрыть лаком. Следующий этап это шлифовка краев под реальный размер. Используем обычно такую вот машинку. Круг риска 80. После того, как мы обрезали все края, начинаем подготовку к лаку. Первый абразив, который мы используем это 180. Также с помощью машинки все. Начинаем шлифовать поверхность. Шлифуем поверхность, пока не появится такой характерный блеск карбона, как вот в этом месте. После того, как полностью деталь пройдем с 180, переходим на риску 240. После 240 переходим на 400. И после этого завершающий риск это матирующая губка мягкая абразивом 220. Матирующая губка мягкая абразива. Вот такие накладки у нас получились. Конечно же детали подобного плана проще делать с ламинацией. Однако мы их сделали при помощи вакуумной инфузии. Чтобы показать вам некоторые нюансы по укладке ткани. Поэтому друзья, пробуйте. Все в ваших руках. А все доступные материалы вы можете купить у нас на сайте, либо на маркетплейсах. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok